Сейчас президенты России и Турции ведут переговоры и фактически решают судьбу Южного Кавказа на ближайшие месяцы. Это нормально и законно. Две крупные державы, для которых Южный Кавказ является важной сферой влияния, постоянно борются за улучшение своих позиций. Это постоянное явление в течение последних 300 лет. Об этом заявил армянский политолог-вооружан Гигамян. Однако с 1988 года мы смогли добиться того, чтобы при обсуждении той и любых других сверхдержав учитывался еще один фактор. Армянский фактор. Сегодня у нас почти несуществующая армия и бесполезная политика. А без регулярной армии и системы безопасности нет суверенитета. Его нет. Этого не было и не будет. У нас не может быть государства на Ближнем Востоке без армии. В природе такого нет. Сейчас Турция и Россия обсуждают судьбу Армении, не считаясь с нашим мнением и с нами. И виновата в этом, в первую очередь, де-факто правительство Армении. Кто готов сдать Карабах, тот сдаст и другие армянские земли, независимо от того, сколько у вас союзников или партнеров, и сколько красивых международных документов. Это напоминает известную дипломатическую поговорку. Если вы сидите за столом переговоров, но вам не дают слова, значит вы в меню дня. Поскольку армянская национальная элита не взяла на себя ответственность за устранение антиармянского правительства и восстановление армянского фактора, они будут обсуждать нас и принимать решение за наш счет. К сожалению, в ближайшие дни будет еще одно такое решение. Сдача Бердзора и Агавна врагу, потому что мы больше не являемся фактором. И мы все еще не фактор. Так называемое руководство Карабаха дало жителям населенных пунктов Бердзор и Агавна 20 дней на то, чтобы покинуть населенные пункты. Об этом сказал правозащитник Аветик Ишханян. А в Армении все спокойно. Премьер-министр приглашает азербайджанцев в Армению, заявляет, что выполнил указание своего вежливого хозяина, выведя армянские вооруженные силы из Карабаха. Оппозиция находится в отпуске до сентября. Люди продолжают свою счастливую повседневную жизнь. Наверное, все надеются, что прежде чем оккупировать Ереван, противник устами так называемого премьер-министра, даст ереванцам 20 дней на то, чтобы покинуть Ереван. Сказал Ишханян. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо!